Как раз закончилась установка на матч с Бельгией, ребята выходили, но опять же шило мешки не утаишь, понятно, да, СМИ вокруг интернет стало известно достаточно быстро. Понятно, первая реакция шок, это абсолютно нормальная реакция, но опять же было понимание, что слава богу, когда ребята уже вышли, что жизнь спасена в тот период времени, в момент времени, поэтому речь не шла там о смерти, да, то есть понимали, что такая ситуация случилась, но к счастью все движется к хэппи-энду, который мы все, понятно, хотели и ждали. И когда уже приехали на стадион, стало ясно, что состояние стабилизировалось, Кристиан был доставлен в больницу, поэтому все, конечно, выдохнули, но для всех футболистов, вообще для всех интернетского штаба, наверное, для любого нормального человека эта ситуация является шоком, потому что все ребята делают одно дело, едят один хлеб, работают в одной профессии, и в этой ситуации, к сожалению, может оказаться, наверное, любой, кажется, всегда примеряет на себя, и не дай бог в такой ситуации, конечно, оказаться. Для этого надо оказаться в той ситуации, в которой они оказались, опять повторюсь, не дай бог кому-то в этой ситуации оказаться, я уверен, что и датчанам, и финнам было очень тяжело в этой ситуации, наверное, датчанам было наиболее сложно, почему? Потому что это их товарищ, все просто на их глазах, я не представляю даже каких усилий психологических стоило им этот матч доиграть, но, как я понимаю, выбора особо нет, не было, надо было доигрывать в этот день или на следующий день, почему приняли решение доигрывать в этот день, мне неизвестно, но, опять же, это действительно стало мощнейшим психологическим ударом, сейчас, когда с Кристианом все хорошо, но, наверное, это может даже стать таким фактом, где-то объединяющим сборную, что сыграть за Кристиана и так далее, поэтому, ах, но в тот день, мы говорим, с финнами, это, несомненно, по сборной Дании ударило. Ну, мы живем в 21 веке, у телевидения есть свои правила, понятно, что они далеко не всегда основаны на нормах этики и морали, я думаю, что, конечно, трансляцию надо было прекращать до момента объявления новостей позитивных, но, опять же, повторюсь, уже в 21 веке у телевидения свои законы, хотя, на мой взгляд, было бы правильно трансляцию прекратить и просто в режиме уже таком онлайн информировать людей о том, как складывается ситуация, особенно, к счастью, у нас сложилось хорошо, то есть, мне кажется, эту ситуацию надо будет поставить именно так. На самом деле, могу сказать, что в России все спортивные врачи, врачи сборных команд, врачи, ведущие в футбольных клубах, я точно это знаю, регулярно проходят курсы показания экстренной помощи в подобных ситуациях, и поэтому алгоритм действий, в принципе, во всем мире, ну, плюс-минус один и тот же. Понятно, что и врачи сборной Дании, и бригада врачей и медиков уже дежурят на кромке поля, они оснащены всем необходимым оборудованием для экстренной ситуации, помощи действовали. Единственное, правильно, как в этой ситуации можно было действовать, да, человек потерял сознание, оценили уровень сознания, оценили ситуацию, незамедлительно приступили к оказанию помощи, ну, мы тоже все это видели, да, проходила классическая сердечно-легочная реанимация, дефибриллятор был рядом, сейчас такие дефибрилляторы, что ошибиться нельзя, да, то есть, там, все прям по пунктам, языковые подсказки есть, подсказки в виде рисунков, поступили, на мой взгляд, в этой ситуации абсолютно правильно, но при этом это единственный возможный вариант на таком уровне. Ну, наверное, самый яркий пример это Дани Блинт, который перенес подобную ситуацию, которая была связана с миокардитом, он вернулся, играет в футбол. Я знаю, что в один известный российский клуб поезжал футболист из Африки с кардиостимулятором, у которого были ранее такие проблемы, и руководство клуба собиралось его подписывать, и не подписали только по причине, не связанной с этим, с какими-то другими вопросами. Такие примеры есть, но, опять же, надо понимать, с чем связана эта остановка сердца. Врачи из Африки уже объявили, что это была остановка сердца, то есть проблема связана с работой сердечной мышцы. Я думаю, когда выяснят проблему, надо будет принять решение, заводить карьеру или нет. Но, опять же, в этой ситуации надо понимать, что достаточно часто бывает, что никаких причин явных нет. И здесь только крестьян может принять решение, возвращаться и возвращаться, потому что психологически это, конечно, очень тяжело. Это значит, что у тебя вроде нет проблем, а такая ситуация случилась. Это, мне кажется, очень психологически дает на человека, и даже вот эти вопросы могут возникать у него и в голове, и это может помешать вернуться на высокий уровень. Хотя нам, конечно, всем хочется, чтобы такой прекрасный футболист играл как можно дольше. Знаете, у FIFA есть специальный регистр. В этом году был опубликован данный этого регистра. Так вот, по данному этого регистра, за 5 лет, с 13 по 18 годы, по-моему, эти данные были, в мире во время занятий футболом погибли более 600 человек. Самая частая причина, это как раз причина, связанная с остановкой сердца, то есть причина, связанная с внезапной сердечной смертью. И на вскрытии, почти в 30% случаев, никакой причины явной не выявляется. Это мировая статистика. У нас в стране, к сожалению, такие случаи бывают. В 2016 году, например, только во время урока физкультуры в школах умерло больше 200 детей. Иногда тоже причина на вскрытие. Всегда вскрытие, всегда просто следствие, само собой. Этого не надо, ни какой-то инициативы, чьи это, да. Всегда следствие, всегда вскрытие, подробнее разбирается. И очень часто, как уже сказал, причин никаких в работе личной мышцы не выявляется. Поэтому, к сожалению, все эти исследования, которые регулярно ребята проходят, они минимизируют риск возникновения подобной ситуации. Но, к сожалению, до конца их исключить не могут. Как бы подробно сердце, в том числе сердце, не обследовали пример Кристиана. Много других таких примеров было, когда у нас вскрытие, иногда, к сожалению, иногда, когда все закончится хорошо, никаких проблем не выявляли. Поэтому весь мир идет по пути оснащения всех мест. Игры, знаете, спортом, дефибиляторами, обучением спортсменов, тренеров, судей, врачей. Основанно следовательной легочей реанимации. И с января этого года в РФС, например, идет большая программа, она сейчас финализируется. И с буквально следующего сезона врачи, тренеры, судьи, делегаты матчей будут обучаться основам следовательной легочей реанимации. Все будут обязаны места проведения соревнований оснащены быть дефибиляторами. Стоя работа ведется, она уже финализируется. И уже ряд сотрудников РФС, врачи сборных команд, такие курсы прошли. Ну, опять же, набор стандартный, с одной стороны. С другой стороны, как я уже сказал, что он не позволит до конца исключить неприятность. Но минимизировать точно сможет, выйдет явные проблемы. Это ЭКГ в покое, 12-канальная. ЭКГ под нагрузкой, так называемый стресс-тест. УЗИ сердца, электроэхокардиография, несомненно, она тоже нужна. И опять же, и стресс-тест, только, в чем мы говорим, ЭКГ под нагрузкой, должен выполняться, конечно, на фоне полноценной нагрузки. Не 20 приседаний, не 30 приседаний. Должна моделироваться та нагрузка, которой человек занимается. То есть, если он занимается футболом, тем более на уровне профессиональном, или даже любительском, он часто играет. Понятно, нагрузка должна быть более длительной, более интенсивной. Этот набор должен быть обязателен. Общий анализ крови, общий анализ мочи, рентген легких уже позволит выявить множество, если они имеют скрытых состояний, которые на фоне занятий спортом, физико-культура могут манифицировать, проявиться. И в отношении работы сердца, проблем сердца, надо помнить, что проблемы с сердцем очень часто могут протекать скрытно. И первое проявление проблем может стать последним. Об этом надо помнить. И ни в коем случае не покупать справок, проходить обследование, даже надо потратить время, деньги даже. Ничего в этом страшном нет. Но наша страна, одна из немногих стран в мире, где для людей, занимающихся спортом профессионально, законодательно прописано прохождение, ну, если мы про футбол элитный, минимум два раза в год все спортсмены проходят специальное обследование. Опять же, не до конца всегда могут все выявить. Но опять же, большой спектр проблем выявляется. Далеко не всегда люди получают допуск с первого раза, проблемы какие-то корректируются. Иногда они становятся непредалимым препятствием для занятий дальнейших спортом. Но тем не менее, это важный момент. И ни в коем случае не рекомендую никому пытаться обойти как-то это. Ну, как у нас в стране иногда пытаются сделать. Ни в коем случае, что здоровье, прежде всего, жизнь дана один раз, и рисковать ей точно не стоит. Если мы говорим вообще о травмах, то любая травма, которая встречается на поле, требует быстрой реакции, быстрое принятие решений. Цена ошибки достаточно высока. Но это любые травмы головы, то есть любые подозрения на соседнее мозга, любые переломы лицового черепа и так далее. Еще в 2012 году Владимир Быстров в Израиле получил травму. Мы говорим, что из Израиля на первых минутах буквально там кровотечение было, соседнее мозг настоящее, он не хотел уходить с поля. Там шумиха, неразбериха была. Ну, справились с проблемой. То есть такие ситуации достаточно много. Говоря о проблемах, которые касаются жизни и смерти, ну, к счастью, не приходилось с этим сталкиваться. Надеюсь, не придется. Но опять же, если такая ситуация, не дай бог, возникнет, не только со спортсменами, с окружающими, и я, и члены штаба сборной команды России по футболу, и все сотрудники сборной команды России по футболу, поверьте, смогут оказать ту помощь, которую необходимо оказывать кому-то на доврачебном этапе, кому-то как врачу, превозократно в таких ситуациях.